С Днём Народного Единства, дорогие братья и сёстры, дорогие белорусы! Мы все с вами свидетели появления нового праздника, который пришёл в календарь как историческое напоминание, напоминание о необходимости жить в мире и согласии, как прожитый опыт. Наши раздоры и наши противостояния нужны тем, кто всё ещё жаждет провести реальную границу по центру нашей красивой, дружной и трудолюбивой страны. Насильно размежевать белорусов друг от друга. Но главное, чтобы мы сами себя не делили. Нам внушают, что одни из нас смотрят на запад, другие на восток. Да, все согласятся с тем, что это противоположные взгляды. Но скажите, с какой стати мы должны думать, что это мешает нам быть единомышленниками? Посмотрите, стрелка компаса, движимая притяжением, указывает только одно направление, и именно по нему определяют стороны света. Так, может, стрелка нашего компаса должна нам указывать будущее нашего государства? На благословение для всего народа? Я думаю, да. Тогда восточно-западные взгляды перестанут быть противоречием. Они, наоборот, расширят кругозор. Ведь когда спина к спине стоят два воина, они просматривают всю территорию. Так легче защититься. Вот и мы должны быть дисциплинированы и едины. Мы должны быть собраны. Почему? Потому что мы сидим на подогреваемом костре эмоций. Внутреннее умиротворение сегодня стало непозволительной роскошью. И поэтому, чтобы обрести мир, нужно усилие воли, концентрация ума, духовное напряжение. Внутреннее мощь. Мне интересен еще один смысл этого дня, который вносит дополнительный акцент в этот сугубо гражданский праздник. В церковном календаре на 17 сентября приходится память святого пророка Моисея Боговица, который вывел древнееврейский народ из египетского плена. Провел через черное, или, как говорит мы, черное море и пустыню к земле обетованной, дающей обильный урожай, но самое главное – дающая свободу и самостоятельность народу Божьему. Отправной точкой пути Моисея, как духовного вождя, стала неопалимая купина на горе Хариф. Это куст терновника, горящий пламенем и не сгорающий. Там Моисей первый раз говорил с Богом и задал ему вопрос. «Вот я приду, – говорит он, – к народу и скажу, – Бог отцов ваших послал меня к вам». А они спросят, как имя Ему, что сказать им? И Бог ответил – «Я есмь сущий». И на горе Синай, уже в шествии народа по пустыне, Бог снова беседовал с Моисеем и дал ему заповеди, как закон. Мы не будем сегодня разбирать богословскую пророческую сторону событий, происходящих в одни Моисея. Но давайте обратим внимание на сами факты. Когда мы проведем параллели с сегодняшним временем, то поймем, что, как было, все так и остается. В духовном плане мы все идем к земле обетованной. И лично каждый из нас и народы. Стрелка нашего компаса неизменно указывает на сущего, на триединого Господа. И чтобы войти в землю обетованную, обрести свободу и самостоятельность, нужно пройти пустыню, услышать волю Господню и соблюсти заповеди Его. Нельзя строить идолов, нельзя поклоняться золотому тельцу, нельзя требовать мяса вместо пищи небесной. Это дорога обратно, в рабство. И нужно доверять тому, кто ведет. И пусть Господь дает нам, белорусам, мудрость, открытое сердце, трудолюбие, мужество и понимание своего истинного пути. В городе Минске, возле белого храма, храма памятника, стоит памятник пророку Моисею. Он в бронзовом изваянии замер в момент, когда ударил посохом в камень, и потекла вода, чтобы напоить народ. А рядом, рядом с ним скрижаль, символическая скрижаль, и на ней начертана главная заповедь, заключающая в себе весь божественный закон. «Возлюби Господа всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя». С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok